Выборы в Беларуси прошли организованно и спокойно. Люди доверяют власти, настроены на эволюционную трансформацию политической системы. Это, пожалуй, главный вывод после единого дня голосования в стране. Итоги выборов обсуждали сегодня во время рабочей встречи во Дворце Независимости. Утро президента началось с разговора с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Бакаджаном Сагентаевым. Работать на этом важном посту началось в февраля. Приезд к нам совпал с проведением электоральной кампании. Однако стартовала беседа с вопросов экономического плана. Они всегда во главе угла. Экономика – главный интерес Минска в разных интеграционных структурах. Не только в ЕС, но и в СНГ, и в союзном государстве. Здесь Беларусь и Россия продвинулись дальше всех. Поэтому Александр Лукашенко считает вполне логичным использовать этот опыт и для Евразийского союза. Главное, что у нас в самом союзе экономическом существует ряд проблем, над которыми надо серьезно работать. Экономического характера. Нам бы очень хотелось, и это надо сделать в период вашего председательства, поскольку сам Казахстан играет очень важную роль в союзе. Нам очень хотелось бы, чтобы мы убрали всякие барьеры, которые еще, к сожалению, существуют у нас. Нам надо договориться по поводу энергетических вопросов, чтобы были равные возможности у государств. Надо единые рынки газа, нефти, общий рынок, надо создавать. От этого мы никуда не уйдем. Вы видите, как ситуация складывается вокруг, и сами обстоятельства вокруг нас подталкивают, нас к более тесному сотрудничеству в рамках Евразийского экономического союза. Я всегда говорю о том, как экономист, что будет экономика, будет и политика, и дипломатия, и военные отношения мы будем развивать, если будет экономика. Поэтому надо создавать смелее на принципах кооперации предприятия совместные, финансировать их. На нас вы всегда можете рассчитывать. Тоже откровенно нам говорите то, что мы должны сделать. Если мы что-то совсем не можем сделать, мы вам тоже откровенно об этом скажем. Но пока таких вопросов нет, которые мы могли бы обойти и не участвовать в развитии нашего союза. До работы в Евразийской комиссии Бакиджан Сагентаев занимал важные государственные посты в Казахстане, был премьер-министром страны. Его опыты и компетенции будут кстати в ЕАЭС. В разговоре вполне закономерно речь зашла и о нашей избирательной кампании. Председатель коллегии ЕЭК дал ей высокие оценки. В вашей жизни вы включены в экономические процессы. Спокойно прошли эти выборы. Вы знаете, что мы начали обновление, аккуратное, спокойное обновление политической системы. Мы видим, что это надо сделать. Меняется поколение политиков, новые люди приходят, молодежь. Поэтому нам надо готовиться заранее, эволюционным образом, к смене вот этих, я бы не сказал, политических каких-то нарративов. Важнее аккуратно пройти смену поколений. Вы точно знаете, во что это обычно вливается. Поэтому у нас начался этот непростой процесс. Но это наши задачи, мы их решаем как можем. Поэтому я говорю, может быть, у вас какие-то есть замечания по поводу состоявшихся выборов всех уровней Советов и парламента. Они по новой конституции у нас будут являться предчерчей и основой формирования Всебелорусского народного собрания. Своеобразно вечер. Вот выбирали мы основу Всебелорусского народного собрания. Потому что все, кого мы избрали, парламентарии 100%, парламент входит в состав ВНС, городской наш совет. Из-за областных совета будут делегировать часть своих людей, партии и так далее, гражданского общества. Поэтому такая аккуратная перестройка, можно сказать, настройка идет. Я вчера прибыл и как раз таки застал момент голосования. Был наш председатель казахстанского ЦИКа и замгельский террошоз. Они прибыли сюда как наблюдатели на выборы. И они отмечали высокую организованность. И так все спокойно, хорошо прошло. Очень положительная оценка. Тихо, спокойно. Люди радуются. Организованность на всех участках.